Для меня было важно показать флитистов, которые, на мой взгляд, выдающиеся музыканты, как Патрик Гула, но которые никогда еще не были в Петербурге. Он был, можно сказать, лицом дойчей граммофон. У него был контракт с дойчей граммофоном, как флитистом, он много сделал записи там. В том числе, впервые в истории он записал 24 каприса Паганини в своем собственном приложении для флейта. Он выдающийся виртуоз, музыкант и интересен тем, что он не остановился только на флейте, но он занялся дирижированием и уже больше 20 лет руководит. Своим оркестром в Финляндии, если не ошибаюсь, в Тампере. Нашей публике будет вдвойне интересно увидеть его в двух ипостасях, как флейтиста и как дирижера. Потому что в одном концерте он будет играть на флейте и в том числе 4 марта на открытии будет дирижировать симфонию Гуно номер один, которая тоже у нас никогда не исполнялась, при том, что это очень хорошее произведение. Сара Лувьон, практически мы с ней учились вместе в Парижской консерватории, она меня на год младше. Она училась у Алены Мариона, моего профессора, и Софи Ширьек, которая сменила Алены Мариона. Она, помимо того, что замечательный музыкант, она еще имеет степень ученую по математике. То есть мифы и легенды про флейтисток, которые выдающийся режиссер в своем фильме «Феллини» и репетиции оркестра утвердил в общественном мнении, вот ее не касается никак. И она победительница международного конкурса в Кобы, который один из пяти главных для флейты. И уже достаточно давно она солистка франкфуртской оперы, оркестра франкфуртской оперы. Ее отличает, как я уже говорил, очень математический склад интерпретации, то есть у нее все под контролем, и видно, как она виртуозно владеет формой исполнения произведения, как она чутко реагирует на изменения оркестра, как она все это держит под контролем. Мне кажется, это будет очень интересно увидеть и услышать публике. Так получилось, что мастер-классы, конечно, это для флейтистов. И приходят педагоги, просто слушатели, флейтисты, которые не активные участники. Я недавно узнал, что знаменитый конкурс АРД в Мюнхене. Председателем жюри будет в этом году Патрик Галуа, а членом жюри в том числе будет Сара Лувьон. Получилось так, что я заранее их пригласил, не зная об этом. Поэтому, конечно, здесь для тех, кто интересуется конкурсами, как готовится к конкурсу, что ценится на конкурсе, это будет, конечно, очень интересно. Про Матью Дюфо говорить нечего не надо, солист берлинер-филармоникер, выдающийся флейтист. Хотелось бы отметить еще одного моего однокурсника Казуно Ри Сео. Он до Парижской консерватории учился у Патрика Галуа, и они друзья, и, можно сказать, музыкальные соратники. Они вместе записывают диски и выступают часто. И недавно они записали двойной альбом, как раз посвященный тематике конкурды флют, музыке, которая была написана для Парижской консерватории. Двойной альбом тоже вышел на Наксос. И я спросил у Казуно Ря, а что ты играл на этом альбоме? Что-то я не понимаю. Диск Патрика Галуа, а что ты играл? Говорит, ну я на рояле играл. То есть он еще замечательный пианист, и когда мы вместе учились, он мог совершенно спокойно сесть за роялью, наизусть, саккомпанировать сонату Прокофьева для флейта и фортепьяно, но на фортепьяно. Вот, и в концерте 8 марта как раз он будет аккомпанировать Патрика Галуа в конце концерта на рояле. И при этом он еще будет играть концерт Пиндерецкого на закрытии фестиваля. Кстати, будет очень интересный концерт 5 марта в камерном зале Прокофьева. Музыкальный мост Япония, Россия, Франция. И будет такой микс смешения европейской, евразийской и азиатской культуры. В частности, будет очень интересное исполнение. Приедет мой друг из Новосибирска Андрей Кугаевский. Вообще он играет на домре, но при этом он еще играет на японском инструменте кото. Вот, это выглядит как такое бревно со струнами, но звучит очень интересно. Музыкант, который играет на этом инструменте, называется котоист. Вот, не путайся с дюдаистом, да. Он сделает свои обработки для флейты кото традиционных японских тем, которые можно будет услышать на концерте 5 марта. И еще также, продолжая мост музыкальный в Россию, он сделал обработку как раз вот со соловей Алябьева Чиарди для флейты домры и фортепьяно. Вот такой необычный состав, и всех приглашаем на этот концерт, потому что чрезвычайно редко можно услышать вот такое сочетание, особенно вот этот замечательный инструмент. Количество участников уже разрослось, и количество концертов. Даже у нас приезжает из Японии Magnum Trio, это три японских флейтистов, которые играют свою музыку, обработки известных, даже популярных пьес. Это будет очень интересный концерт 7 марта в 3 часа в 15.00 в концертном зале Мариинского театра. Но у нас есть еще и фестиваль Орфовый, который следует после. У них тоже приезжают солисты, и, конечно, это вступает в некоторую конкуренцию. И мне кажется, что фестиваль уже достиг максимального количества концертов и солистов, и дальше за гигантоманией гнаться не стоит. Надо сражаться за качество концертов и их уровень. Редактор субтитров А.Семкин